В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации муниципалитета прошло 25-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Совет депутатов предлагает принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы Ленинского городского округа Московской области. Почему территория в Расторгуево, которая относится к привокзальной площади, была огорожена и на въезде установлен шлагбаум? Сегодня готовится и со стороны земельного отдела, и от меня написано обращение. Несколько воспитанников детской школы искусств поселка Горки стали дипломантами международного фестиваля «Волшебный мир искусства». О, дорогая, просни, что у тебя я, ведь мало тела, как их сейчас. На 25-м очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа народные избранники заслушали доклад о досрочном прекращении полномочий главы Ленинского городского округа Алексея Спасского и рассмотрели вопросы, касающиеся проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Заседание, на котором присутствовал исполняющий полномочия главы городского округа Дмитрий Абаренов, прошло в режиме видеоконференции. Докладчиком по вопросам повестки выступила начальник правового управления администрации Ленинского городского округа Любовь Шевлякова. Рассмотрев заявление главы Ленинского городского округа Московской области Алексея Петровича Спасского о досрочном прекращении полномочий главы Ленинского городского округа Московской области Алексея Петровича Спасского, Совет депутатов предлагает принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы Ленинского городского округа Московской области в связи с отставкой по собственному желанию от 11 марта 2021 года. Помимо этого, депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Проголосовали за объявление начала этой процедуры и назначили членов конкурсной комиссии. Значит, настоящим решением предлагается объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа, утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса, определить дату, время и место проведения конкурса, срок и место приема документов на участие в конкурсе, ответственное лицо за прием конкурсных документов от кандидатов и их хранение, дату, время, место заседания конкурсной комиссии, срок и источник опубликования объявления о проведении конкурса. По решению депутатов в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета вошли председатель общественной палаты округа Григорий Авдеев, почетный гражданин округа Валерий Нефантьев и председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль. Еще три члена конкурсной комиссии назначит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Активисты молодой гвардии «Единой России» совместно с депутатом Совета депутатов Павлом Русаковым проверили работу одного из сетевых магазинов на советском проезде. Удалось ли им найти нарушения и какие именно? Узнаем из нашего следующего сюжета. Мониторинг продуктовых магазинов в Ленинском городском округе в рамках партийного проекта «Народный контроль» регулярно проводят активисты молодой гвардии «Единой России». По жалобам жителей очередную проверку было решено провести в магазине «Диксен» на советском проезде. А это просрочка. Пока общественники проверяли полки магазинов, мы пообщались с покупателями. Жалобы какие-то есть на магазин? Не знаю, просрочка там, не знаю. Не, у меня нет. У меня нет. Все хорошо, да? Да, у меня все хорошо, да. Я ничего такого не замечала. Мне вообще магазин очень нравится. Ну вот сегодня вообще понедельник, хороший расклад овощной продукции, хорошо. Единственное, что вот там вот в прихожей поставить надо какой-нибудь столик. Мне как-то не попадались. А если вот даже было что-то, мне не нравилось, я даже как-то икру взяла, но мне не понравилось. Я принесла, но я спокойно, так даже без всяких поменяли все. Забрали, денежки отдали. Участники рейда не только искали так называемую просрочку продукты с истекшим сроком годности, но и обращали внимание на товары в поврежденной упаковке. Помятый картон повлиять на качество и сохранность начинки, конечно, не может. А вот жестяные банки и пакеты «Тетропак» с вмятинами и пробоинами – это уже нарушение. Особых нареканий у нас нет. Да, были выявлены некоторые продукты с устекшей датой, но это минимальный показатель по сравнению с другими магазинами. Вместе с молодогвардейцами в рейд отправился и депутат Совета депутатов Павел Русаков, курирующий данную территорию. В сегодняшний день видно, что ситуация стала меняться к лучшему конкретно в этом магазине. То есть они поменяли оборудование, они стали немножко по-другому следить и за выкладкой, и за качеством товаров. Но, тем не менее, я на их месте более тщательно и добросовестно относился к этой работе. Гнилые овощи и фрукты, товары с истекшим сроком годности и с нарушением герметичности упаковки по результатам проверки были изъяты из продажи для дальнейшей утилизации. Информация о результатах рейда будет передана в надзорные органы – отдел торговли, администрации муниципалитета и Роспотребнадзор. Екатерина Борисова, Сергей Ларин. Видно.ТВ. Сотрудники административно-пассажирской инспекции не только выявляют факты безбилетного проезда, но и отслеживают наличие разрешительных документов у водителя общественного транспорта и соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров. 22 марта инспекторы охотились на зайцев в автобусах и троллейбусах города Видное. Заодно и соблюдение масочного режима проверили. Административно-пассажирская инспекция Московской области ежедневно проводит проверки наземного общественного транспорта, выявляют безбилетных пассажиров, а у водителя автобусов, маршруток и троллейбусов проверяют соблюдение правил перевозки, выдачу проездных билетов, предоставление возможности безналичной оплаты, а также осуществление бесплатного проезда льготных категорий граждан. Ваш билетик. У меня социальная карта. Предъявите, пожалуйста, социальную карту. В каком основании? У нас сейчас 7 марта на территории Московской области изменения внесены в устав автомобильного транспорта, по которому вы обязаны предоставить документ, подтверждающий ввод на проезд. Спасибо. В ходе очередного мероприятия сотрудники учреждения также информировали население об изменениях в уставе наземного транспорта. По этим изменениям внесен запрет на высадку детей до 16 лет, если нет с ними сопровождающих. Лица, которые не оплатили проезд, не оплатили проезд детей своих, ручной клади, они обязаны выйти на следующие остановки, покинуть автобус. Одинаковым для всех остается штраф за нарушение масочного режима. Проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет стоить 5000 рублей. Сформированы группы. В группах 2-3 инспектора. У нас несколько групп, так как у нас много районов, мы проверяем. Маршруты как межрегиональные, так и муниципальные. В этот раз обошлось без санкций. Инспекторы проверили несколько городских автобусов и троллейбусов и не нашли нарушений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. В администрацию муниципалитета обратились жители Расторгуевской части города Видное. На днях они заметили, что территория, которая относится к привокзальной площади, была огорожена и на въезде установлен шлагбаум. После полученного сигнала была создана межведомственная комиссия, которая выехала на место для проведения проверки. Эту площадку жители города использовали как перехватывающую парковку для автомобилей около железнодорожной станции Расторгуева. Теперь же появились подозрения, что вскоре парковка может стать платной. На настоящий момент установлено, что данный участок ранее значился как неразграниченная муниципальная земля. А около года назад по решению суда был передан юридическому лицу. Сегодня готовится и со стороны инициативы, и со стороны земельного отдела. И от меня написано обращение. Я проговаривал уже с руководством администрации. Позиция обратиться в суд, чтобы отменить решение суда по предоставлению этого участка. На основании выводов комиссии будет проведено административное расследование в отношении собственника данного участка. Установили границы земельного участка. По нашей точке зрения, что установили не вполне законно. Но законность, как бы, здесь я оспаривать не могу, потому что, скорее всего, это на основании решения суда. Но, тем не менее, мое руководство дало нам команду сносить этот участок, границы его. Не право, а границы. Выписку заказали в регистрационной палате. И вот после регистрационной палаты будет приниматься какое-то правовое решение. А сейчас составлен акт насчет этого, то, что поставлен шлагбаум, оставлено ограждение. Будет составлен акт, и мы сейчас будем принимать административное расследование. По итогам расследования, в случае нарушения законодательства, администрация округа намерена обратиться в суд. Во Дворце культуры города Видное вновь закипела театральная жизнь. В минувшие выходные состоялась премьера спектакля «Дети понедельника» или «Очень трудный день». В постановке народного театрального коллектива «Твит». Сказать, что зал был полон, конечно же, нельзя. Антиковидные меры наложили свой отпечаток и здесь, но были заняты все возможные места. Наш мобильный репортер побывал на премьере и получил массу положительных эмоций. Зрители в ожидании, а за кулисами еще идут последние приготовления. Гримеры помогают создать образы с помощью маркеров и красок. Актеры, словно перед экзаменом, используют последнюю возможность для повторения текста. Сильно волнуешься? Безумно. Режиссер Лариса Гейлис настраивает всех на рабочую волну, чтобы премьера прошла без сучка, но с задоринкой. Не волнуемся. Как на репетиции. Мы выдаем все. Все эмоции на гора. Мы итальянцы. Это пародия на итальянцев, но все равно жестикулировать мы не забываем. И вот спектакль начался. Комедия с итальянским темпераментом не дала скучать зрителям. Авантюристическая жилка одного из главных героев пьесы Лоренцо далеко завела его в поисках подруги. Чтобы запутать следы, он подсовывает сестре-мафиози Коломбини фото и адрес своего добропорядочного друга Фабрицию. После чего два часа друзья пытаются выйти из трудного положения. Я злюсь, потому что ты меня бесишь. Нет. Вы слетитесь. Вы слетитесь, потому что вы меня боитесь. Я. Актерский дуэт Александра Родителева и Кирилла Музалевского покорил зрителей. Вот это вы, ты облеждаешь меня и нет, а? Что ты, черт возьми, остаётся? Ну, еще ситуация гораздо проще, чем да. Себя-то кто? Ты? Она придётся, да. Да. Ты и притворишься дебилом. Ага. У тебя получится, и ничего не останется, как только убраться. Чёрт твоей матери, пожалей тебе. Ага, дебилом. Ага, да. Экстраваганта, конечно, ты справишься. Мы похожи. Один типаж. Мы два брата. Чувствуем друг дружку и ждём. В спектакле присутствует чуть ли не всё, чем характерен комедийный жанр. Подмена героев, переодевания, потеря памяти, явления сумасшедших и бандитов. Но пересказывать сюжет нет смысла. Это надо увидеть. К слову, следующий премьерный показ состоится 27 марта в 16 часов. Спектакль также можно будет посмотреть в онлайн-трансляции в сети во Вконтакте в группе Видное ТВ. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно ТВ. Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства» проводится в Москве уже в шестой раз. Здесь в различных номинациях принимают участие самые талантливые дети из России и зарубежья. В этот раз он проводился в онлайн-формате. Несколько воспитанников детской школы искусств посёлка Горки стали его дипломантами. С ними познакомился Максим Козлов. Класс вокала Людмилы Бойко – настоящая кузница талантов. Её бывшие ученики выступают на ведущих театральных площадках России. Сейчас у неё занимается шесть человек и пять из них – мальчики. Трое из которых стали дипломантами международного конкурса «Волшебный мир искусства». В конкурсе «Волшебный мир искусства» в этом году приняло участие 400 исполнителей из России и зарубежных стран. Как выяснилось, главным испытанием и для преподавателя, и для учеников стал заочный формат мероприятия. Запись видео оказалась большой проблемой. У нас маленькое помещение, и записать чистый звук очень непросто, когда слышимость между кабинетами, между классами большая. И нужно, конечно, создать полную тишину, и вся школа в этот момент находится в состоянии полной тишины, чтобы записать, и чисто получилось. Самвелу Артеняну 16 лет. Он пять лет занимался аккордеоном. Затем решил попробовать себя в боевых искусствах, а сейчас уже четыре года занимается пением. Побеждать ему не впервой. Только в этом году он уже стал дипломантом международного конкурса вокалистов «Белла Воча». И вот новая победа. Хотя сам Самвел не вполне доволен выступлением. Когда записываешь на телефон, не так качественно, не всегда получается показать свой характер зрителю, чтобы он понял, что ты хочешь донести до него. Ну а сами были довольны исполнением, которое у вас получилось? Нет. Еще один дипломант конкурса Арсений Дудинов. Сейчас ему 10 лет, а петь начал в 6. Параллельно осваивает фортепиано. Но по признанию Арсения, больше ему все же нравится пение. Я играю на пианино, и я выбрал пение, ну потому что это искусство, а я очень люблю искусство. Я сам захотел, мне предложили родители, и я согласился. Михаил Коровицин занимается вокалом чуть меньше своих коллег, всего два года. К победе на международном конкурсе «Волшебный мир искусства» отнесся спокойно. Впрочем, этому есть причины. Мне нравится петь, и все говорят, что у меня талант к пению. Ну а сам ты как ощущаешь? Мне тоже нравится петь, очень классно и интересно. Март оказался удачным и для других воспитанников ДШИ. В соседнем классе занимается младшая группа ансамбля народной песни «Потешка». Пока международных наград они не получили, зато с успехом выступили на окружном конкурсе «Здравствуй, Масленица». Не отстают от вокалистов и инструменталисты. Десятилетняя Ксения Арефьева тоже приняла участие в окружном конкурсе «Здравствуй, Масленица», откуда привезла сразу два диплома, хоть это и было нелегко. Когда я выступала на скрипке, играла на скрипке, ну я волновалась. Когда выступала на фортепиано, я уже не так сильно волновалась, потому что знала эту сцену, понимала, как на ней выступать. Руководство школы отмечает позитивный момент в том, что проведение фестивалей и конкурсов после долгого перерыва, связанного с пандемией, постепенно набирает обороты. Каждый ребенок, занимаясь, хочет видеть какой-то результат. Поэтому конкурсы в этом плане, концерты, даже классные какие-то мероприятия, они очень важны. Кроме того, наши мальчишки и девчонки дают еще один повод для гордости жителям округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.